Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня речь пойдет о Википедии. Этот замечательный проект существует с 2004 года и вполне себе оправдывает свое существование. Есть ли практическая польза в размещении статей на Википедии? Скорее да, чем нет. Чем больше будет информации о вашей организации, тем лучше. К тому же статьи из Википедии часто выскакивают в топ-3 в поиске, а добиться такого результата своими силами иногда бывает невозможно. Итак, Википедия – это открытая энциклопедия всего на свете. Открытая, значит, каждый может участвовать в создании и редактировании статей. И как следствие, в какой-то момент Википедия вместит в себя все знания человечества. Но это произойдет не скоро. В Википедии еще много прорех, а значит, каждый может ставить пустующее звено в эту универсальную цепь знаний. Ну и коль скоро эта энциклопедия, в ней же есть и статьи, поясняющие принципы работы с Вики и размещения статей. Если вы наберете в поиске Википедия двоеточие, в принципе, тут будет все, что вам необходимо знать. Прочитать нужно хотя бы три первые статьи. Далее, после прочтения, лучше зарегистрироваться. Это не обязательно, но если уж вы собираетесь что-то править или создавать новые статьи, это крайне желательно. По меньшей мере, это даст вам возможность посещать Вики-склад. Собственно, после регистрации вы станете участником Википедии и начнете вести свою историю правок и статей. И можете начать продвигаться по служебной Вики-лестнице. Тут много чинов, каждый последующий приносит больше возможностей в редактировании статей, но, к сожалению, не приносит денег. А мы переходим на страницу группы Беловоди, поскольку лучший способ научиться чему-то изучать на конкретном примере. Солист группы Мой близкий друг, соответственно, поможем человеку дооформить статью о нем. Итак, править можно в визуальном редакторе или обратиться к Вики-тексту. Вики-текст чем-то сродни HTML, но разрабатывался он как более простой язык разметки, обращенный к рядовому пользователю. Все о нем можно почитать здесь. Конечно, если работа с Вики для вас не разовая, его бы хорошо изучить, тем более, что там все просто. А мы воспользуемся визуальным редактором и начнем с правки правого шаблона. Добавим джаз-кор в жанры. Если вы хотите, чтобы слово было ссылкой на другую статью Википедии, его нужно проставлять в двойных квадратных скобках. Это из вики-разметки. Так, что еще я знаю про группу? Что еще добавить? Состав. Фото. Да, фото, кстати, нужно. Это отдельная тема. Фото на Википедии вставляются из Википедии G. Вот, кстати, он поменял правый блок. Джаз-кор выделен красным, это значит, что такой статьи на Википедии пока нет. Так, а нам нужен Вики-склад. Это такое место, где хранится мультимедиа для вставки в статьи. Так, он может сбросить изменения, пока мы не записали страницу, поэтому сначала запишем. Вот здесь нужно описать изменения, а если поставить эту галочку, то о всех последующих изменениях нам будут приходить уведомления. Если вы радеете за статью, лучше эту галочку поставить. Все, страницу записали, давайте перейдем на Вики-склад. Загрузить. Тут короткая инструкция. Выбрать файл. Отлично. Авторские права. Тут за этим следят. Лучше заливать собственные фото. Это как раз мое. И заполним все поля, включая категорию. Все. Наверху внутренняя ссылка для вставки фото в статьи. Ее мы забираем и вставляем на страницу. Она уже оформлена в Вики-разметке. Так, править шаблон. Фото. И применить изменения. Все. Фото появилось. Так, теперь чуть-чуть подправим текст, так как писали его давно. Ситуация с тех пор поменялась. Кстати, вот так проставляются ссылки. Ссылки могут ввести только на статьи из Википедии. Ну, по-моему, все предельно просто. Так. Ну и все. Добавим еще один альбом в дискографию и записываем страницу. Вот наши правки. Они ожидают проверки. До проверки правки будут не видны. Так, теперь очень коротко о создании страниц. У нас на странице есть категория джаскор, но статьи такой нет. Если нажать на ссылку, Википедия предложит создать такую страницу. Либо можно набрать в поиске нужное слово, и если статьи нет, нам предложат ее создать. Здесь можно писать в Вики-текст или переключиться на визуальный редактор. Визуальный редактор тут классический с минимумом функций. Единственное, тут есть вот такая закладка «Вставить». Она покрывает все множество специфических запросов в оформлении страницы. Например, тут есть шаблон. Это то, что появлялось у нас справа на странице. Ну, соответственно, вставив шаблон, вы начинаете редактировать страницу. Либо, и это, на мой взгляд, более подходящий вариант, вы переключаетесь на Вики-текст. Заходите на страницу, которая с одной стороны максимально близка вам тематически, а с другой достаточно грамотно оформлена. Копируете там в Вики-тексты и просто вставляете к себе. И теперь, когда у вас уже есть структура, просто заменяете все тексты на свои. Таким образом, сам процесс занимает минимум времени и может приносить как чисто практическую пользу, так и служить гуманистическим идеалам общества. Все, любите друг друга, помните, что знание – это сила. А поэтому подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать в теплице социальных технологий.